Всем привет! Вы смотрите канал Финты Вордпресса. С вами Артём Абрамович. Сегодня у нас очередной трюк по теме DV. И я покажу, как можно сделать вот такую вот штучку. Когда телефон или просто кнопка, тут разницы особо нету, появляется только на мобильных экранах. В принципе, тоже сложного ничего нет. Такую штуку можно запилить на любой теме. На самом-то деле, потому что в основном мы тут делаем разные штуки. Но я покажу, как это можно сделать на DV. Делать я буду, помните, если помните видео по тому, как мы собирали Lendos. Вот на этой же страничке я и соберу такую кнопочку. Итак, я захожу на страницу. Вот у нас этот Lendos. Что нам потребуется? Нам, в принципе, нужна только ссылка одна с номером телефона, которую мы дальше уже оформим в стиле. Больше нам ничего не требуется. Ну, собственно, что можно сделать? Итак, давайте создадим стандартный раздел. Простой широкоформатный. Вставим текст. В принципе, можно все что угодно вставить. Да, я вставлю текст. Так, выровняем его сразу по центру. И вот здесь вот нам нужна будет ссылка уже. Ну, давайте напишем какой-нибудь телефон. Ну, тут не важно. Тут нам самое главное какой-то призыв озвучить. Это раз. И, во-вторых, ну, не знаю, призыв, наверное, какой-то имеет смысл написать, да? Там, типа, звоните прямо сейчас. Отлично! Теперь нам на номер телефона необходимо подвесить ссылочку. Так, текст ссылки есть. Или URL мы пишем вот так вот. Ну, я уже показывал не раз, да, как это сделать. Мы пишем TEL. TEL двоеточие. И наш номер телефона. Единственное, номер телефона должен быть слит на без всяких знаков, без всего. Ну, вот как-то так. Добавить ссылку. Теперь мы можем посмотреть, что у нас. Вот она у нас, ссылка есть. Собственно, наш призыв. Отлично! Это мы сделали. Можем даже сохранить и посмотреть, что у нас получается. Сейчас у нас внизу в подвале должен появиться блок. Ну, вот он есть, да? Вот этот блок. Что с этим блоком надо сделать? Во-первых, нам нужно вот этот весь наш ряд, да? Нам нужно его отключить на десктопах и планшетах. То есть, он будет показываться только на телефонах. Есть. Можем проверить. Ну, видите, его нету, да? Как только мы его включаем. Ну, как только мы включаем какой-то телефон, он у нас появляет. Ну, в принципе, на этом-то все, да? То есть, самое главное мы сделали. Именно, чтобы появлялся и исчезался именно на нужных разрешениях. Ну, что ж. У нас есть уже заготовочка, только она еще не фиксированная. И надо, ну, немножко стиля надо в нее добавить. Ну, а для начала давайте немножко поднастроим именно наш блок, именно вот эту секцию. Итак, фоновое изображение. Прозрачный цвет фона ставим. И вот здесь вот отступы, да? Обнуляем все отступы. Чтобы у нас не было на смартфонах то же самое делаем. Чтобы у нас вот этот блок... Ну, вот обратите внимание, да? Когда вот эта секция, видите, у меня какие-то тут отступы здоровые. Во! То есть, аж 65 пикселей. Давайте посмотрим, что у нас сейчас получилось. Ну, вот теперь она поприличнее, да? То есть, отступы появились. Обнулились. Дальше то же самое нам нужно сделать именно с отступами, которые у нас сидят именно в блоке, да? То есть, это мы секцию обновили, вот эту вот. А теперь ряд. С рядом делаем то же самое, да? Обнуляем все блоки. Для смартфонов тоже обнулили. Все есть. Смотрим еще раз. Ну, все супер. Видите, у нас теперь телефончик появился такой, как надо. Отлично. Теперь нам надо к этому блоку добавить немножко стилей. Сначала мы его зафиксируем. Динс он у нас туда далеко уехал, да? Давайте снизу сделаем значение, ну, наверное, пикселей 10. Есть. Видите, он у нас приехал. Дальше давайте зальем цветом. Ну, допустим, черным, да? Черным с прозрачностью. Прозрачность мы вот так вот добавим. Ну, не знаю, процентов 50, да, наверное. Достаточно будет. И давайте слева поставим, ну, допустим, 1%. Есть. Смотрите, теперь у нас. Видите, как эта штука получается? Но она узковатая, да? Поэтому давайте добавим паддинги. Ну, чтобы сверху и снизу было пикселей по 10, наверное. Даже по 15 я бы добавил. А справа слева 0. Есть. Ну, можно еще ширину добавить, да? То есть, чтобы она не на всю растягивалась, а чтобы были по краям какие-то значения. Ну, как видите, ширину он не дает добавлять, да? Потому что, если дальше посмотреть, она здесь вот у нас. Ширина этой колонки, она у нас фиксированная. Но мы можем добавить те же самые стили, да? Мы прямо вот берем... Я пока все это делаю в браузере делаю. И добавлять все-таки лучше, наверное, к элементу, который у нас именно сидит внутри колонки. То есть, не к самой колонке, а внутри колонки. Ну, вот так вот, да? Так даже будет получше. Вот здесь у нас уже есть и стили какие-то появились. Вот так вот, 3%. Теперь нам нужно цвет задать. Ну, чтобы было виднее, да? Белый. Есть. Все. Отлично, да? Теперь нам надо эти все стили зафиксировать. Итак, берем прямо вот здесь вот эту штуку, копируем. И идем в редактирование. И вот здесь вот текст. Пользовательский CSS. И к основному элементу применяем эти стили. Можно проверить. Да, обратите внимание. Здесь нам DV подсказывает, какой у нас это класс будет. Текст 2. Вот он, текст 2. Этот класс то, что нам нужно. Все супер. Можно проверить прямо здесь. Ну, пожалуйста, да? Вот она у нас есть. Все супер. Ну, единственное, что? Да, единственное, что... Я бы цвет ссылки поменял. Ну, цвет ссылки поменять здесь довольно... Ну, скажем так, не то, чтобы прямо сложно, да? Но проще, например, проще. То есть, впихать стили... Ну, понятное дело, что все это дело, все, что я сейчас делаю, да? Это все такие костыльные варианты. Но они работают. И поэтому, ну, цвет ссылки давайте зададим сразу стилем. Так, здесь задаем color. Ну, также белый, да, допустим. Ну, давайте теперь все это дело проверим. Ну, пожалуйста, да? Бдинц. Бдинц. Все работает. Вот такой вот простой незамысловатый способ. Если мы сейчас переключимся, ну, я не знаю, допустим, на айфон, у нас, как видите, нет ничего, да? То есть, мы его показываем только на телефонах. Переключаемся обратно на телефон. Бдинц. Все у нас показывается. Вот такой вот простой незамысловатый способ. Сделать такую плавающую кнопочку с телефоном именно в теме DV. Хотя данный способ работает, в принципе, не только на теме DV, а на любой другой теме. То есть, это просто мы применили нужные нам стили. Вот и все. На этом у меня сегодня все. Если есть вопросы, пишите в комментариях. Пишите в комментариях, что бы вы еще хотели увидеть по теме DV. Я с вами прощаюсь. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин